История в самолёте Роблокс, вторая часть. Итак, все супы уже покушали, и было уже время пойти в компьютерную комнату, потому что хакеры атаковали Пентагон. Все пошли в компьютерную комнату, и там надо сделать один и тот же свет. И сейчас агент скажет, какой свет надо сделать. Хакеры уже начали заламывать Пентагон. И ногами, и руками, и бананом. Они всем, что было, начали взломать Пентагон, лишь бы его взломать. Итак, надо было сделать один свет на компьютере. В этом телевизоре, там должен быть загореться этот свет. И сейчас мы начнём делать всё это. И нам надо было сделать зелёный цвет на нашем компьютере. И было очень сложно сделать этот зелёный свет. Потому что вот первый зелёный цвет сделал, откликнулся Питер. И зелёный цвет на компьютере им были очень сложно сделать. И вот этот цвет он сделал. Теперь здесь надо этот цвет сделать. И здесь он тоже сделал. И почти воскликнул он. Почти зелёный цвет был. И немножечко осталось так. Воскликнул Питер. И всё. Зелёный цвет на всех компах должен быть. Но последний комп остался. Надо сделать там же зелёный цвет. И всё готово. Воскликнул Питер. На всех компьютерах был зелёный цвет. И здесь была комната самого президента Дональда. Трампа. И Питеру было очень интересно, что у него там в компьютере. Но Дональд откинул его. И сказал, что не надо смотреть на чужие вещи. Он решил пробраться в комнату для спатья. Но он туда не мог пробраться, потому что эта комната была закрыта. А там была комната пилота. Да-да. Там был тот самый пилот. Итак. Если он не может зайти в комнату для спатья. Он решил заглянуть через этот маленький чулок. Но там не было ничего не видно. Так что ему пришлось ждать, пока откроют комнату для спатья. И вдруг девочка нашла ключ от этой комнаты. И она решила открыть эту комнату. Она начала всеми ключами добиваться открытия этой комнаты. И эта комната открылась. Он решил посмотреть, что это за комната. Здесь была какая-то бумажка для Эммы. Никто не понял, что это за бумажка для Эммы. Но самое главное, здесь был телевизор. Посмотреть сериалечки на Нетфликс. И назад уже пучи не было. Был уже вечер. И нам надо было уже спать. И мы уже спокойно спали. Спали, спали. И спали крепким, хорошим сном. А хотя мы еще не спим. Да ладно. Ну что ж. Я начал залезать в постель. Начинаю спать. И вдруг я сказал, что я не могу спать. Потому что я вспомнил про историю в отеле. Кто-то сказал, ну и что? Ну и что с этого? И нам и вдруг я услышал какого-то монстра. Я услышал какой-то знакомый рёб. И оказывается, это был монстр с того самого отеля. И он вон там вот выглядывает. Как вы увидите. Я обоссался и начал бежать со всех ног. Двери были открыты. И мы начали оттуда бежать. Потому что я очень сильно обоссался. И вдруг сзади мне показалось что-то горелое. И горелое это оказалось, что там был огонь. Девушка сказала, что там огонь. И нам надо уходить оттуда. И там и вправду был огонь. Всё было красное. Нам было очень ссыкотно. Мы начали бежать оттуда. Мы бежим, 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 бежим. Сзади нас преследует огонь. Там огонь! Воскликнул я. Я подумал, куда ж нам бежать? Куда же? И вот здесь было...